Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, сейчас характерное время, когда эпидемия, когда все вот эти вот вещи происходят. В интернете особенно оживились теории заговора, конспирологии и всего подобного. И одна из таких популярных теорий заговора гласит, что религию придумали попы. Вот собрались когда-то и придумали. И вот если мы открываем эти главы книги Левит, то мы видим, какая выгода в кавычках была у этих самых священников, если бы они придумали, как говорится, религию. Что они получали? Ни своей земли, ни своей любой, какой они захотят, еды и даже совершенно другие стандарты при семейных отношениях. Когда дальше говорится о первосвященнике, когда его ребенок согрешал, его дочь согрешала, то он должен был не, пользуясь положением, как сейчас говорят, отмазать своего ребенка, а наоборот предать смерти. Это жестко, это невыгодно, это совершенно другое. Но вот нету сейчас храма, сегодня, если мы в Иерусалим приедем, к сожалению, мы не увидим никакого храма. Как сегодня это действует? Как сегодня это работает? Писание говорит, что Бог соделал нас с вами храмом, в котором живет Он. Он соделал нас с вами также и священниками, по чину великому. Так о чем говорится тут? Здесь говорится приблизительно, я для себя выделил три пункта. Первый пункт – вы иные в поступках и поведении. То есть наша жизнь должна отличаться от того, что происходит вокруг, и невыгодную нам зачастую пользу. То есть то, что мы делаем, должно соответствовать не нашим личным интересам, или не всегда нашим личным интересам, а всегда интересам того, кому мы служим. Второе. Сделайте иным все сообщество. Если мы читаем дальше эти главы с 21 по 24 книги Левит, то мы видим, что не только сами священники делали определенные вещи, но дальше Писание говорит об установлении определенных норм, включая праздники, которых не было у других народов, включая постановления, которых не было у других народов. Что это делало? Это освящало общество, отделяло это общество. Слово «святой» – «кадош» или «кадеш» – «отделить», отделяло это общество от другого общества того времени. И те народы, которые жили вокруг Израиля, вполне возможно, что им казалось гораздо более просто жить. Какое захотел мясо – такое съел. Какую захотел жизнь общественную – такую и ведешь. Есть дубинка побольше – ты прав. Но народ Божий ставит совершенно другие стандарты. И третий пункт – распространите стандарты царства на всех вокруг. То, что делали священники, они не только сами жили, они не только влияли на общество Израиля, которые сами хотели прийти в храм, но они меняли общество вокруг себя. Те племена, которые жили и видели все это, они видели не только ограничения, в которые себя загонял народ, но они видели благословение этого народа. И они говорили, мы хотим тоже, как мы можем войти в это. И Господь открывал эту дверь для них. Сегодня в нашей жизни и проще, и сложнее. Проще в чем? Ну, мы можем сказать, нам не надо каждый раз ездить в Иерусалим, тащить с собой барашка, грязно, разрезать кровь, неприятно, может быть, экологи и веганы просто возмутятся, Грета бедная просто уедет из своей страны куда-нибудь подальше. Но сложнее в чем? Сложнее в том, что помимо того, что написано, помимо того, что четко говорит Писание, есть вещи, которые Роха Кодыш, живущий в нас, чьим храмом являемся мы, благодаря которому мы являемся первосвященниками, он ставит определенные нормы и ведет нас к чему-то, что, может быть, не всегда ясно, что мы, может быть, не всегда понимаем сразу, но то, к чему он призывает нас. У священников не было своего удела, у них не было своей земли, но у них было кое-что, чего не было у всего остального народа. Возможность первыми прикоснуться к святости и прикоснуться к величию Господа. Это та привилегия, которая есть сегодня у нас. Это та привилегия, которая есть у вас, дорогие братья и сестры. Возможность очистить свое сердце, отделить его от ценностей этого мира, размерить его с ценностями Царства Небесного. И тогда мы первыми прикоснемся к этой святыне. И тогда эта святыня осветит нас. В Новом Завете, когда мы видим, Ешо ходил по земле, и женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к нему с точки зрения того, что мы видим в Левит, но это безумие. Пусть он не священник, раввин, но к нему прикоснулась нечистая женщина. Да побить ее камнями после этого, а ему мучиться не входить в служение какой-то период времени, очищаться. Но происходит обратное. Не он оскверняется, а та святость, которая живет в нем, которая действует в нем через роха кодыш, ломает всякие преграды и освящает эту женщину и исцеляет ее от ее проблемы. Если мы будем жить по стандартам Царства, высоким и иногда трудным, то однажды тот Дух, который живет в нас, настолько изменит нас, что мы будем готовы, возвещая Его Слово, делать те вещи, которые делал Он. И я вдохновляю вас, и меня вдохновляет это тоже, ожидать Царства, исполняя обет, исполняя то, что Господь даровал нам. Давайте помолимся об этом. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты Твоим Духом поселился внутри нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты осветил нас, как свой храм. Мы благодарны Тебе за то, что Ты посредством крови соделал нас священниками, соделал нас львитами, соделал нас Твоими служителями. И мы просим Тебя, даруй нам эту возможность прикоснуться к Твоей тайне, прикоснуться к тому великому недоступному, что Ты подготовил для нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты сделал нас готовыми идти и совершать тот труд, для которого Ты даровал нам эту жизнь. Да святится имя Твое, да прославляется имя Твое в народе Твоем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok